Спонсор выпуска кэшбэк-сервис getcashback.ru Возвращай процент с каждой своей онлайн-покупки в любом интернет-магазине. Хороший процент возврата, партнерская и бонусная программа, а также скидки и уникальные купоны. Регистрируйся сам и зови друга на getcashback.ru Первая ссылка в описании. Пушкин и Жуковский, Кротил и Платон, Страдивари и Амати. Скорее всего, вы слышали как минимум о трех из шести перечисленных мною людей. И знаете, почему я о них вспомнил? Потому что все они — ученики, превзошедшие в свое время своих учителей. В свое время их учителя были великими мастерами своего дела, но их ученики, стоя на плечах гигантов, сами стали гигантами. У меня в руках сейчас находятся два смартфона. Один из них — это Xiaomi Redmi Note 3. Смартфон «Новатор», смартфон, благодаря которому мы с вами можем попробовать на вкус флагманские технические характеристики, не потратив при этом кучу денег. Более того, именно благодаря ему в моей второй руке находится второй смартфон под названием Литиви 1С. И именно о нем сегодня я хочу вам рассказать. Литиви 1С и Xiaomi Redmi Note 3 далеко не ученик и учитель, они ярые противники. Но Литиви идет по стопам Xiaomi и перенимают не только технические характеристики, но даже ценник и позиционирование на рынке. Их операционные системы очень похожи друг на друга. Но удалось ли в данном случае ученику превзойти своего учителя? Сможет ли Литиви 1С обрести такой же успех, как и Xiaomi Redmi Note 3? И вообще, что из себя представляет данный смартфон? Внешне Литиви 1С вполне себе неплох. Цельнометаллический корпус тактильно очень приятен. Сверху и снизу корпус дополнен пластиковыми вставками для лучшего приема сигнала, а для антенн имеются отдельные насечки на верхнем и нижнем торцах. Цельнометаллическая качель регулировки громкости и кнопка включения справа, лоток для двух сим-карт Micro и Nano слева. Над экраном разговорный динамик, фронтальная камера на 5 Мп, датчики и подсветка для лет-уведомлений. Под экраном настраиваемые сенсорные кнопки домой, меню и назад. На верхнем торце расположили 3.5 для наушников и ИК-порт. На нижнем торце отверстие для микрофона, внешний динамик и USB Type-C стандарта USB 2.0. Примечательно, что на другом конце USB кабеля имеется USB-разъем-перевертыш. Его можно засовывать в порт любой стороной. Козырная фишка, мне такое впервые попалось в мобилке. Сам вход Type-C в смартфоне выполняет роль USB-хоста с поддержкой OTG и MHL 2.0. То есть, к смартфону можно не только подключить мышки, флешки и клавиатуры, но и выводить изображение со смартфона на телевизор или монитор по специальному MHL-кабелю. На задней крышке расположен логотип LeTV, сканер отпечатка пальца, основная камера на 13 Мп со вспышкой и отверстие микрофона для шумоподавления. LeTV сделали два варианта расцветки корпуса – серебристый и золотистый. У меня золотистая модель, но по факту цвет было бы правильнее назвать розовое золото. При разном освещении смотрится по-разному, и если вы привыкли к более строгим цветам корпуса, то обратите внимание на эту особенность. Дизайн передней панели выполнен в безрамочном стиле. Экран накантовывает черная полоса по всему периметру, и в глаза она бросается только в первые секунды после разблокировки, после чего ее не замечаешь. Уродливо не смотрится, внимание не отвлекает. Зато, когда телефон лежит на столе с выключенным экраном или с черными обоями рабочего стола, он привлекает внимание окружающих, ведь выглядит он довольно футуристично. Дисплей представлен IPS-матрицей с разрешением Full HD. Его тач распознает до 10 одновременных касаний. Отдельные точки не видны, углы обзора шикарные, инверсии цветов нет. Но под экстремальными углами черный выцветает более, чем этого бы хотелось. Как только смартфон ко мне пришел, мне до боли в заднице не понравился его экран. Контрастность была задрана выше крыши, нельзя было убрать адаптивную регулировку яркости под окружающую среду. Он постоянно темнел при показе темных картинок и светлел при показе чего-нибудь яркого. Экран невероятно бесил, и я решил прошить смартфон. Я поставил последнюю прошивку от производителя без русского языка. И правда, прошивка помогла. Экрану убрали эту неадекватную контрастность, подтянули минимальную яркость и поправили максимальную. Убрали кучу мелких багов из прошивки и, более того, добавили к камере возможность записи 4К видео. Так что да, прошивка на все это влияет. Экран мне очень понравился, он вполне заслуживает оценки 8,5 из 10. Если говорить о железе, то телефон работает на топовом на сегодняшний день процессоре Mediatek Helio X10. 8 ядер Cortex-A53. Это турбированная версия с максимальной тактовой частотой до 2,2 ГГц. В структуру SOC входит видеоускритель PowerVR G6200 с тактовой частотой до 700 МГц. Процессору в его нелегком деле помогают 3 ГБ высокоскоростной оперативной памяти типа LDDR3 и 32 ГБ нерасширяемой постоянной памяти EMMC 5.0. После загрузки системы свободными остаются около 1,5 ГБ оперативной памяти, а по стоянке из коробки доступно 26 ГБ из 32. В Antutu последней версии такое сочетание железа набирает более 50 тысяч баллов. В остальных бенчмарках картина также хорошая, но поверьте мне, не в бенчмарках счастья, ибо смартфон троттлится. В начале теста на троттлинг Epic Citadel показывал на ультра настройках графики 42,8 FPS, довольно неплохо. Низкие настройки графики показывали 58,4 FPS, тоже очень недурно, но в конце теста после двух часов нагрузки ультра настройки графики опустились аж до 27,1 FPS, а низкие до 48,5. Это просто ужас. При этом иногда значение FPS на ультрах опускалось на несколько секунд до 4 кадра в секунду. Но как бы странно это ни звучало, греется смартфон в пределах ума и разума. В начале теста температура на батарее показывала 27 градусов, а в конце всего лишь 36. Тем не менее в руках нагрев ощущается больше, чем на то рассчитываешь. Все-таки металлический корпус должен рассеивать тепло лучше, чем пластик, но по какой-то загадочной причине этого не происходит. Со временем жизнь от одного заряда тоже не все так гладко. В стресс-тесте при максимальной нагрузке со всеми включенными беспроводными модулями связи, 100% яркостью экрана и Epic Citadel на ультра настройках смартфон проработал 2 часа 16 минут. Вроде бы неплохо, но я провел еще один тест воспроизведения Full HD видео на 50% яркости одной сим-карты без интернет-соединения, выключенными модулями связи и аппаратным ускорением. Результат 5 часов 31 минута. При этом и системы LeTV убрали возможность отслеживать график расхода батареи, так что о ее качестве я ничего не могу сказать. Однако при тестах резких обрывов или быстрого разряда я не наблюдал. Мне не хватает его на один рабочий день. Зарядить два раза за день это норма. Зарядить три раза за день также в порядке вещей, благо наличие быстрой зарядки это позволяет сделать. Но теория теории, а как ведет себя смартфон на практике в играх? На старой прошивке от продавца смартфон меня очень сильно разочаровал по играм, невозможно было комфортно запустить даже 2D игру. Тяжелые игры очень сильно лагали, после апдейта на официальную прошивку от производителя ситуация сильно улучшилась, но все равно далека от идеала. GTA San Andreas на ультра настройка графики не тянет. На средних настройках в тяжелых экшн сценах фпс проседает, но лучше всего игра идет только на настройках ниже средних, троттлинг сказывается. Nova 3 идет отлично, но в загруженных сценах просадки по фпс есть. Танки идут на твердую пятерку без провисаний и лагов, плавно идут даже самые батальные сцены. Blitz Brigade идет с просадками, очень сильно греет смартфон, играть не очень понравилось, но при желании можно. Остальные игры, которые я запускал, в том числе и казуалки, идут нормально. В целом нельзя назвать игровую производительность ужасной, играть можно с комфортом на низких настройках графики, но у меня были телефоны куда производительнее. По большому счету от турбированного процессора тут толку нет абсолютно никакого, если не сказать, что повышение частот пошло во вред. В литиве не смогли усмирить всю мощь, заложенную в таком могучем железе, зато по бумажке он выигрыш не смотрится на фоне конкурентов. Хотя возможно, что с последующими обновлениями прошивки поправят такой злой троттлинг, ведь раньше было еще хуже, но пока имеем то, что имеем. И надеемся на лучшее. Связь в смартфоне поддерживает стандарты 2G, 3G и 4G, последняя представлена полосами LTE 1, 3, 7, 38, 39, 40 и 41. GPS спутники ловит отлично, связь не теряет, Altel ловит без проблем, собеседника слышно хорошо, собеседник у меня тоже слышно хорошо. Из датчиков в смартфоне имеется целый отряд из акселерометра, сканер отпечатка пальца, датчика расстояния и освещения, инфракрасного порта и электронного компаса. Инфракрасный порт нужен для управления техникой, производитель продумал на софтверном уровне наличие приложения для его настройки. Можно подобрать пульт для всего, что только в голову взбредет, настроить несколько пультов одновременно и со смартфона управлять всей домашней техникой сразу. Работает адекватно и даже удобно. А вот сканер отпечатка пальца меня не смог порадовать на все 100%. Во-первых, на его блестящей поверхности остаются отпечатки. Во-вторых, он не всегда корректно распознает палец. Часто приходится прикладывать по 2-3 раза, не бесит, но и удовольствия особого не доставляет. На Redmi Note 3 сканер в разы лучше и главное быстрее. Зато по камерам все круто. С обновлением прошивки появилась возможность записи 4К видео. При монтаже, честно сказать, я разницы сильно не заметила между Full HD и 4К, но сам факт того, что смартфон за 190 долларов умеет записывать 4К, радует не на шутку. Стоковое приложение камеры ручными настройками не блещет. Ручками можно подкрутить ISO, баланс белого, выставить экспозицию и отрегулировать сатурацию и уровень зашарпленности, что по большому счету совсем не нужно. Про набьювшие всем оскомину эффекты в реальном времени я молчу, они тут конечно же есть. Камера умеет делать 13-мегапиксельные снимки, снимать панорамы, снимать как обычное видео, так и замедленное, но это все от лукавого. Снимки получаются неплохие, но очень часто смазываются, так что из 10 попыток у меня 3-4 получаются размытыми. Настройку видео считайте вообще нет, можно только выбрать размер. Во время записи видео работает фокусировка по тапу. Звук пишет отлично, как для камеры в смартфоне за 190 долларов. При записи 4К видео смартфон греется, но тоже в пределах разумного. Одна минута такого видео весит около 200 мегабайт. Фронталка на 5 мегапикселей в темноте делает снимки не очень, в светлое время суток снимки получаются нормальными. Очень понравилась функция красивое лицо, которое в самом злом режиме потирает щетину, родинки и даже щеки. Звук в смартфоне я бы охарактеризовала как обычный. Из внешнего динамика довольно громкий, без басов, ничего примечательного. Звук в наушниках заявлен на коробке как Dolby Audio и даже есть надпись DTS HD Premium Sound. Не скажу, что его нет совсем, ведь когда я впервые послушала на нем музыку, мне звучание очень понравилось. Но послушав разные жанры на разной громкости в разных наушниках, я немножко разочаровалась. На максимальной громкости появляются ярко выраженные сибилянты. Настолько выраженные, что после одного-двух треков на максимальной громкости начинает звенеть в ушах. Сторонние плееры немного исправляют ситуацию, но шум в ушах остается. Скорее всего это из-за встроенной программной обработки аудио. Думаю, на сторонних прошивках дела будут обстоять получше. Стоит отдать смартфону должное, любителям сильного баса звук придется по душе. Но середина, как и высокие частоты, мне не понравились. Но бас, да, бас есть. Программный Летиви 1С смог меня удивить. Работает он под управлением собственной операционной системы EUY. Это очень похожий внешне на MIUI Android 5.0.2. Здесь также, как и в MIUI, нет основного меню, а только рабочие столы с виджетами и папками. Стандартный Android очень сильно переделали и где-то даже в лучшую сторону. В целом оболочка приятная, предоставляет пользователю широчайший выбор для кастомизации и настройки устройства под себя. А в чем-то по удобству даже превосходит MIUI. Хотя, чтобы настроить уведомления, также нужно серьезно постараться. Девизом всей прошивки стала фраза А на красной линии проходит сквозь все функции операционной системы. А сама фраза в переводе на русский означает Мы максимально усложним вам жизнь своей чертовой менюшкой. Вот как в нормальных операционках сделали. Отодвигаешь шторку и видишь там уведомления и значки переключения модулей, режимов, регулировку яркости и всякое такое. Тут же шторка отображает только уведомления и время с погодой. Чтобы например включить Wi-Fi, нужно нажать на функциональную кнопку под экраном, которая вызывает меню многозадачности, куда разработчики свалили все. Переключатели, регулировку яркости и даже зачем-то плеер. Причем переключатели идут в нижнем ряду, а в верхнем системные приложения. Данная панель естественно настраивается, но я пользуюсь смартфоном 2 недели каждый день и мне это неудобно. В остальном же систему мне очень понравилось как визуально, да тут есть мои любимые темы, так и в плане функционала. Очень приятная анимация, плавная работа без глюков и фризов и фирменные фишечки вроде такой. Если на экране блокировки провести пальцем правой руки, то клавиатура для ввода пин-кода будет справа, а если держа смартфон в левой руке, провести пальцем левой руки, то клавиатура появится слева. Тач отслеживает траекторию свайпа и подстраивает расположение клавиатуры под вашу руку. Еще ни разу не ошибся. Омрачает радужную картину и приятные впечатления о прошивке только пожалуй обилие фирменных приложений. Ли Ти Ви в Китае это площадка для просмотра видео, наподобие нашего ютуба. Поэтому в фирменный смартфон напихано столько фирменных приложений, сколько им позволило напихать совесть. А вы знаете, что совестью и китайских производителей, стремящихся демпингом захватить рынок, всегда были проблемы. Только ставить рут и чистить, чистить, чистить. Из особенностей прошивки мне понравилась возможность настройки уведомлений. Можно самому выбрать, что имеет доступ к уведомлениям, а что нет. Также отмечу возможность каждому приложению назначить права доступа к камере, звонкам, отправке смс или чтению контактов. Огромных багов, которые бы мешали жить и комфортно пользоваться смартфоном я не нашел. В целом прошивка хорошая, умеет обновляться по воздуху, а все недостатки можно исправить установкой стороннего лаунчера вроде Google Now. Если подводить все вышесказанное к сухим фактам, то получим следующее. Плюсами я отметил ценник, дизайн и материалы корпуса, дисплей, количество памяти, камеру, наличие аппаратных фишек вроде USB Type-C, инфракрасного порта быстрой зарядки и сканера отпечатка пальца и прошивку. А к минусам я отнес невероятно злой троттлинг, откуда выливается и плохая игровая производительность, и время жизни от одного заряда. Литиви 1С шикарный смартфон за свои деньги. Да, у него есть минусы, но они поправимы. Но такова жизнь, и за 190 долларов, к сожалению, не получится получить идеальный телефон. Но и разочарованными вы явно не будете. Откровенно говоря, я думала, что Литиви это очередной бренд-выскочка. Производитель однодневка, который, скорее всего, быстро разорится, потому что его амбиции слишком завышены. Но, как оказалось, амбиции вполне оправданы. Если компания и дальше будет продолжать в том же духе наращивать качество, при этом сохранит ту же цену, то мы с вами увидим, если не китайский Apple, то хотя бы очень серьезного конкурента для Xiaomi и Meizu. А конкуренция — это всегда хорошо. Конкуренция заставляет делать качественнее и дешевле, чем у конкурентов. Литиви удалось не просто создать потрясающую вещь, которой хочется пользоваться, которая прекрасно выглядит и довольно функционально. Она этим смартфоном создала такую среду на рынке, которая может пошатнуть позиции брендов. Литиви стоит на плечах гигантов. Она идет проторенной тропой. Но эта тропа ведет на правильный путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова